Привет всем! Меня зовут Артём Жульев и я хотел сегодня рассказать о том как заниматься без инструмента сразу простой пример чтобы было понятно о чем пойдет речь да вот ученик на уроке играет произведение которое принес да и допустим там в такте двадцатом он останавливается у нее не получается еще раз пробует повторить еще раз и не получается да я прошу в таком случае просто вот спеть то что написано да то что не не получается назвать ноты и правильно ритмически их произнести да не всегда получается у всех интонировать правильно да звук и звуковысотность то есть но просто хотя бы ноты это может быть как на одном звуке там сол ла си до рэ ми фа ми ре до си и ре со к примеру да или там если может проинтонировать замечательно если нет хотя бы так и обычно там где запнулся ученик там и не получается там проблема не может он не напеть это не произнести правильно ритмически даже на одной ноте на то есть что получается что саксофон в данном случае не при чем проблема на первом этапе скажем так на первом этапе освоение любого материала да то есть который проходит первый этап он в голове то есть если вы не можете не не прочитать этот текст нотный не его не понимаете не ритмически не не можете прочитать ноты то вы конечно не можете и не сыграть это потому что саксофон данном случае он не помощник не 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 будет вашим голосом да он будет как бы лишней помехой в данном случае это хороший способ также потому что на самом деле то что вот первый этап как его назвал да вот работы которые мы делаем в голове а он занимает там 60 процентов может быть больше не знаю там вот от всей работы то есть если вы понимаете текст понимаете что нужно сыграть вам уже останется гораздо меньше потом проделать да также это хороший момент приготовиться к занятию чтобы оно было более продуктивным когда у вас уже в голове все понятно вы понимаете о чем речь вам останется просто это сыграть хорошим звуком правильными штрихами штрихи тоже вы можете когда читаете думать о них даму прорабатывать этот способ чем хорош тем что вы можете заниматься в принципе в любом месте да в метро а в автобусе просто идя по улице например если вы там какой-то паттерн джазовый изучите да просто вот ноты про себя думая например по полутонам вы там какой-нибудь паттерн учите и поднимаете вот все это можно заранее приготовиться к занятию потом вы возьмете инструмент вам будет гораздо легче просто вы вы просто это уже почти сыграете я не отменяю занятий на саксофоне обязательно нужно заниматься и знать свои инструменты и все такое но этот этап он очень важный да потом будет гораздо проще и легче также вы можете улучшить вашу читку с листа то есть вы просто можете открыть какие угодно ноты в какое угодно время когда уже там дети спят семья спят соседи спят и вы можете просто вот заниматься читая ноты да понимая текст и это очень большое подспорье для тех кто делает до первые шаги не только в музыке в любой не говорю о джазовой музыке также это замечательно при вот импровизации например вы можете читать аккорды да я не знаю заниматься напевать вашу будущую импровизацию мыслить ее нотами или упражнение упражняться в арпеджио или какие-то опять же а патроны использовать паттерны так называемые да на найти гармонии да то есть все это можно делать заранее в голове то есть инструмент уже потом будет просто вашим голосом вашим рупором через который вы будете все это говорить но заранее то есть вы должны знать что вы будете говорить о чем да и что вот такой мой маленький совет на сегодня такая маленькая если хотите хитрость кто-то уже так делает давно кто-то делал всегда для кого-то это будет чем-то новым и может быть поможет немножко вот меня зовут артем жульев всем хорошего дня а я пошел заниматься